Центральный банк Турции В ходе своего заявления представители Центробанка намекнули на дальнейшую стратегию монетарной политики. В ходе очередного заседания Центробанка процентные ставки остались неизменными, а в ходе заявления мы не получили никакой новой информации касательно дальнейшей стратегии Центрального банка. В ходе предыдущего заседания представители банка сказали, что они будут дальше держать курс на более жесткую монетарную политику, и базовый уровень инфляции страдает от волатильности обменного курса. В сентябре заявление представителей Центробанка содержало такую же информацию. Потому в будущем мы не рассчитываем на кардинальные изменения монетарной политики. Центральный банк решил проблему ликвидности за считанные дни. При этом Центробанк удерживает стоимость фондирования на уровне в 9%. Базовая процентная ставка составляет 7,5%, и она будет оставаться на таком же уровне или выше. Стоимость фондирования теоретически может быть повышена до 10,75%. Это верхний предел допустимого коридора процентных ставок. Пределы коридора также не были изменены. Средние проценты по займам у Центрального банка могут варьироваться от 9 до 10,75%. Завтра экономисты должны провести встречу с представителями Центрального банка. Расскажите подробнее об этой дискуссии. После заседания Комитета по монетарной политике Центральный банк, как правило, проводит встречу с экономистами. В ходе предыдущей встречи представители регулятора дали чётко понять, что их монетарная политика будет привязана к повышению процентных ставок США. Как только в США начнётся ужесточение монетарной политики, Центральный банк Турции также начнёт повышение процентных ставок и ставок овернайт. Поэтому в сентябре мы ожидали у Центрального банка Турции повышения ставок, если бы Федрезерв начал процесс ужесточения монетарной политики. Поскольку Федрезерв не сделал этого, волатильность обменного курса лиры усилилась, и участники рынка интересуются, будет ли Центральный банк Турции и дальше ориентироваться на Федрезерв, или всё же проведёт интервенции на валютном рынке с целью уменьшения волатильности. Если Федрезерв начнёт повышение ставок в декабре, это означает, что процентная ставка в Турции не будет изменена до следующего заседания Центробанка, которое пройдёт 22 декабря. В прошлом интервью мы с вами говорили о том, как политическая неуверенность вредит рынкам, как ситуация изменилась с тех пор и какое влияние она оказала на рынке. Волатильность на рынке сохранилась. На данный момент на рынках преобладает политическая неуверенность. Опросы показывают, что результаты предстоящих выборов будут мало чем отличаться от июньских. После выборов в июне в Турции должна была сформироваться коалиция, а так как коалицию сформировать не удалось, было объявлено о проведении следующих выборов. Но сейчас картина с расстановкой сил не поменялась, и политическая неуверенность всё ещё является одним из главных двигателей на рынках. Кроме того, мы уже приближаемся к дате первого повышения ставок США, потому мировые рынки также оказывают давление. Все эти факторы оказывают общее дополнительное давление на курс лиры, который уже превышает отметку 3 по отношению к американскому доллару. Как только курс опустится ниже этого уровня, мы, скорее всего, увидим значительные объёмы покупки валюты. И после этого курс пары доллар-лира снова поднимется выше трёх. На прошлой неделе агентство ФИЧ подтвердило инвестиционно-кредитный рейтинг Турции на уровне тройной би со стабильным прогнозом на будущее. ФИЧ также отмечает, что из всех развивающихся стран Турция наиболее подвержена влиянию повышения ставок США. Возможно, стабильные прогнозы для Турции под угрозой? Да, это правда. На данный момент существует беспокойство по поводу пересмотра экономических прогнозов для Турции. Но мы не ожидаем, что это произойдёт в ближайшее время. На самом деле, некоторые участники рынка рассчитывали на пересмотр и понижение прогнозов уже в этой публикации. Если говорить о будущем, то ФИЧ не будет пересматривать свои рейтинги и прогнозы до конца года. Но если ситуация будет ухудшаться, или на рынке будет присутствовать экстремальная волатильность, особенно после выборов, рейтинговые агентства могут провести внеочередного заседания для понижения рейтинга. Существует риск того, что прогноз может быть изменён со стабильного на негативный. Это, скорее всего, произойдёт в случае повышения процентных ставок США и, конечно же, в случае усиления политической нестабильности. Агентство ФИЧ отметило, что разумные позиции в бюджете защищают страну от понижения рейтинга. Потому мы не ожидаем понижения рейтинга в текущей ситуации. Но в худшем случае, если результаты выборов не помогут стабилизировать ситуацию и не устранят политическую неуверенность, существует риск того, что мы увидим понижение рейтинга. С нами была Озлем Деричи из компании «Денис Инвест». Мы поговорили о последних событиях в Турции. На этом наше время подошло к концу. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ. Всего доброго. Продолжение следует...